Весна 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 истории так вот суть этой штуки была в том что однажды в одной школе учитель математики заболел и ему на смену вышел учитель русского языка и вот она собственно говоря подходит классу входит в класс и говорит дети сегодня мы проходим отделение тема нашего урока деление поэтому записывайте 25 надо разделить на 5 а сама пишет на доске 25 делить на 5 и начинает выполнять это действие в столбик и так дети 20 разделить на 5 сколько будет дети всех с хором начинает говорить ну 4 молодцы и продолжает работу и пишет так минус 20 так 4 до 25 минус 25 в остатке а если 5 разделить на опять сколько будет один и так она и записывает 5 минус 5 0 в остатке очень хорошо и так мы получили 41 а теперь чтобы убедиться в том что мы все сделали правильно надо что сделать правильно нужно проверить все это как это называется обратным действием нам нужно умножить 41 на 5 и записывает 41 умножить на 5 значит 4 умножаем на 5 получается 20 1 умножаем на 5 получается 5 20 плюс 5 равно 25 но суть этой истории не в том а на следующий день этот учитель русского языка заболела и ему на смену вышел как раз учитель математики и вот собственно говоря он приходит в класс на урок русского языка и говорит итак ребята тема у нас сегодня падежи какая какие падежи вообще знаете кроме естественно именительного дети говорят родительный окей а вопросы какие у этого падежа ну кого чего а какие вы еще падежи знаете и они отвечают дать отвечают дательный окей а какие вопросы у этого падежа кому отвечают дети да по моему да кому и замолкают так как они еще не знают а он как говорится уже забыл он подходит к доске и пишет итак родительный падеж кого чего дательный падеж кому поворачивается к ним и говорит так внимательно посмотрите на доску что мы делаем когда не знаем и он как ну как типичный учитель он делает такую паузу правильно мы ставим x и составляем пропорцию таким образом x у нас равно чего умноженное на кому и поделенная на кого ставим знак равно к и к сокращаются го и го сокращаются и получается чему вот мы и нашли правильный ответ но к чему я собственно это все вам рассказываю мои дорогие друзья что жизнь действительно порой непредсказуемая порой ты делаешь выводы на основе бредовых умозаключений эти выводы абсолютно неправильно как учитель а в данном случае русского языка порой ты можешь также бредово рассуждать но выводы делать абсолютно правильное ну или что-то можно доказать основываясь на бредовых суждениях почему я это вам ребята говорю ну кто смотрел предыдущие ролики не прошлые там в этой неделе а вообще кто знаком с нашим с вами каналом тот помнят что у нас конкретно здесь в эстонии конкретно в таллине и вообще в эстонии есть такая форма собственности как квартирное товарищество аналог наверное в россии это был бы наверное тсж да наверно товарищество собственников жилья так вот у нас ситуация довольно непростая в то же время интересная а именно у нас три дома которые составляют одно большое квартирное товарищество разделить его никак нельзя на три разных товарищества по одной простой причине потому что там какие-то какие-то дела с подземной парковкой которую которую нельзя никак юридически разделить на три разных товарищества то есть парковка общая на три дома соответственно и товарищ что должно быть одно вот сейчас как вы можете наблюдать у нас за окном на улицах мое любимое время года не только мое а именно осень именно конец сентября начало октября соответственно у нас в товариществе встал вопрос когда же начинать топить и было это решено очень демократичным путем было устроено голосование и так вот у нас есть сентябрь есть четыре даты 10 сентября 14 21 и 28 и просим вас проголосовать какого числа мы будем включать голосование ой включать отопление простите так вот за 10 сентября проголосовал какой-то там мизер человек десять по моему у меня сейчас нет собой не распечатки ничего там по моему десять человек за 14 сентября проголосовала по моему по моему десять человек давайте здесь да пойдем 10 человек проголосовала ой 10 70 за двадцать первое число проголосовала по моему 7 да по моему 7 человек за 21 а за 28 сентября проголосовала 80 человек то есть большинство еще разок до 10 70 7 и 80 большинство проголосовала за 28 теперь внимание вопрос какого числа было включено отопление в нашем всем товариществе даю вам две попытки что неужели вы там так сильно задумались но понятное же дело что 21 числа почему а сейчас я вам объясню в общем пара человек пара человек написали как бы не то чтобы прям претензию а вопрос почему мы должны включать отопление 28 числа несмотря на то чтобы большинство людей проголосовала за это когда если судить потому что каждый кто за голосовал за другие даты он как это сказать предполагал включать отопление не позднее вот этой даты за которые он голосовал таким образом если все суммировать а именно 10 14 и 21 число то мы получаем большинство 87 против 80 а 21 числа мы включим потому что это крайняя дата когда люди из этой так 2 группы сделали свой выбор такие вот пироги и не и не и не важно как сколь много все там возмущались но не все а те кто голосовал за двадцать восьмое и я собственно в том числе этот процесс было не остановить все очень сложно мне порой конечно же кажется что чем больше людей в товариществе и не только наверное этот вопрос про товарищество так реки детские вроде не роддом ну ладно я здесь по моему ни разу еще не ходил там закрыта пройдем здесь вот надеюсь эта информация была кому-то полезно потому что каждое товарищество вообще по-особому все решает наша вот так вот решает поэтому конечно же мне как члену этого товарищество немножко грустновато потому что как бы я считаю что логично было бы все таки учитывать именно мнение большинства за даты если бы было бы там два и выбор из двух там да то можно понять а тут как бы особенно если учитывать то что наш дом вот именно наши дома они относятся к классу энергоэффективности б то есть они очень энергоэффективно и то есть ну фактически они тепло из них не уходят то есть я вообще не вижу не видел смысла зачем включать раньше отопление потому что никакой сырости все идеально у нас эти рекуператорные системы и все такое кому-то холодно знаете вот эта ситуация как в общественном транспорте когда едешь открываешь форточку кому-то душно кому-то дует поэтому эта ситуация к сожалению не разрешима но надо учиться тоже везде свои плюсы искать например тоже да ну включили раньше отопление ну вот окей теперь там можно там сушить там тряпочки какие-то ой сколько здесь стекол я так понимаю это наверное одно из излюбленных мест молодежи а мы пойдем наверно прямо чуть-чуть пройдемся да я пойду снова на работу пока мне выдалось вот тут парочка минут с ребятами пообщаться ну то есть с вами конечно же потому что давно мы сами не виделись потому что потому что потому что потому что очень сентябрь такой напряженный у нас выдался еще раз повторяю садик у младшего на весь день мы не будем оставлять по определенным причинам как-нибудь мы с вами поговорим об этом о садиках об эстонских об русских потому что везде свои особенности есть к сожалению особенности которые к сожалению некоторые негативные вот старший ребенок у нас как вы помните музыкальную школу записался на этом медсосарф это такой инструмент духовой от меня вообще большущий респект потому что духовые я очень люблю вот поэтому все очень такие напряженные денечки рано встаешь отвозишь школу бегом на работу потом в середине дня может быть надо будет резко забрать ребенка со школы или отвести трубу потому что ребенок должен сам носить трубу в общем я пытаюсь помочь нашей маме как могу когда получается вот но сейчас все немножко устаканится надеюсь времени побольше будет будем с вами чаще видится потому что конечно же хочется мне запечатлеть вот именно вот осень потому что мне с ней очень много связано под мой переезд наш переезд 2014 году первая попытка была совершена тоже как раз таки в конце сентября начале октября а именно в октябре до начале сам сам начале октября мы приехали поэтому вот это вот мокрые вот эти вот камешки трава вот такая с водой с дождевые с дождевыми листочками все это вот осталось в памяти поэтому как только вот эта пора наступает спустя вот столько времени уже почти восемь лет прошло каждый этот сезон конечно же мне все такую ностальгию приятно вызывает несмотря на то несмотря на то что первый опыт был у нас вообще конечно же я бы даже сказал чудовищный что с треском сегодня не получилось но ладно мы не будем сегодня ни о чем плохом говорить хоть и поводов на самом деле куча к несчастью будет там что-то перекопано тоже сейчас везде ремонты идут с 10 октября улицу Пронкси по которой ежекаждый день ее закрывают в обе стороны аж по-моему почти что на год до октября следующего года там собирается реконструкцию проводить велодорожки и все такое поэтому я пока что еще пока не придумал как мне ездить особенно зимой потому что канава я имею ввиду Лагна Т она конечно очень позволяет быстренько доехать до центра но в то же время в то же время вот этот вот прошлый опыт опыт прошлого просто зимы говорит мне о том что надо быть готовым к тому что улицы будут плохо убирать от снега а на таких скоростях я собственно говоря не хочу ехать по Лагна Т поэтому посмотрим хорошо что у меня как бы я могу работать из дома и могу но не хочу так ну по этой дорожке мы сто раз с вами ходили пойдем прямо посмотрим что там и там уже я наверно откланяюсь оп как то тут скользко почему то да вот еще хотел сказать то по поводу демократии в вот в этих вот квартирных товариществах я заметил что люди стали более критичны критичны еще раз повторяю критичны вот к счетам стали более вдумываться по поводу тарифов и всего такого и так то я хочу сказать что жители Эстонии обращают на это внимание сколько там что стоит у нас но вот как раз в сентябре у нас была тоже большущая дискуссия по поводу что что же будет зимой со светом потому что тарифы растут последний счет у меня был какой за день 60 62 цента государство вот какую-то меру помощи опубликовала в плане компенсации как-то еще раз повторяю у нас соседи как-то очень странно все это посчитали почему-то основываясь только на примере которые правительство дало может быть они специально их сделали немножко запутанным почему-то у людей возникла такая мысль что компенсирует одну треть хотя не одну треть и во-первых там все так специально опять же повторяюсь был расчет в мегаваттах в мегаваттах ну вот у нас уже считаю я не знаю ни одного живого человека именно кто бы жил бы в многоквартирном доме у которого был бы там мегаватт ну я уверен такие наверное есть но я лично таких не знаю у нас максимум там 700 киловатт было ну так вот 1000 ой 1 мегаватт это 1000 киловатт соответственно все нужно на вот эти вот 50 евро хваленое поделить на 1000 получается сколько там 0,5 центов да компенсация максимальная вот у меня 62 цента 62 цента получается с этой компенсацией заплатишь 57 вот отличная помощь да также сегодня завтра не сегодня а завтра ну то есть сегодня у нас последний день сентября а с 1 октября будет доступна так называемая универсальная услуга то есть тем у кого биржевой пакет насколько я понял как вот у нас я вам рассказывал как тут все это устроено те кто платит за биржевой пакет у них будет ниже цена то есть не просто компенсирована а просто она тоже будет каждый месяц варьироваться но не выше там какого-то порога вот как и чего никаких расчетов примерных еще дано не было просто утвердили и вот посмотрим с вами на днях и разберем вдруг там кому-то из вас там непонятно потому что я вот честно говоря я не представляю как вот какой-нибудь условный пенсионер в этом всем разберется ну ладно ладно пойдем здесь потому что все сложно с этими товариществами ёлки палки у нас же тоже там вот были споры и по поводу света так как у нас опять же повторяю три дома двух из них есть возможность заключать поквартирные поквартирные договора например на фиксированную стоимость да наш дом самый новый как оказалось у него что-то там со щитком щиток не предназначен для удаленного поквартирного расчета потраченной электроэнергии и нужно щиток переделывать это стоит 10 тысяч евро соответственно с одного только нашего дома ни с какого товарищества в нашем доме у нас там 40 квартир получается с каждого по 500 евро и то не все захотят ну ладно пойдем здесь не каждый захочет один из активистов не из членов там правления именно из активистов предложил замечательную идею а давайте мы заключим договор по фиксированной цене на наш дом именно на весь дом чтобы нам не платить по биржевой три поставщика услуги нам сделали ценовое предложение замечательное начали голосовать за 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 но потом что появились опять же критики говорят давайте дождемся октября дождемся этого универсальной услуги хваленой потому что государство у нас не может обмануть ну честно говоря цена была в договоре очень заманчивая самый там выгодный тариф был на 3 что ли года по моему 17 или 19 центов за день это даже выгоднее это даже выгоднее чем было в том году когда государство компенсировало до 21 цента короче я не знаю что ребята может быть хотят как-то боятся что можно все таки еще повыгоднее сделать я бы не стал ждать конечно какой то такой большой прям помощи потому что все таки в данной ситуации нужно руководствоваться ситуацией здесь и сейчас ну как мне кажется и если тебя устраивает такая цена то устраивает все таки знаете там даже 19 центов это уже в три раза дешевле уже в три раза дешевле чем сейчас и а сейчас на секундочку еще даже не зима зимой там вообще за свет счет будет еще больше и потребление еще будет еще больше поэтому и поэтому такие вот пироги ребята прогуляли с вами немножко по центру мы это у нас что такое галерея русских икон я здесь тоже по моему не был никогда или пыл все так похоже там по моему бассейн калев находится кафешки ну я думаю да можно теперь идти так что спасибо за прогулочку вместе со мной я все таки надеюсь увидимся с вами как можно скорее а вам ребята желаю не унывать все будет хорошо держитесь мысленно я с вами целую пух поделитесь кафешки все это не и 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 Для меня пока Для меня смех Смерть Смерть Для меня пока Для меня пока Смерть Для меня пока Для меня смех Смерть Смерть Ну так по моим листьям Спроси Где? Ох, май Вечный май Смерть Смерть Ну так по моим листьям Спроси Где? Ох, май Вечный май Смерть 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 Без Смерть Смерть Но давай увидим, где ности Где, ой, мальчик, жди Где, ой, мальчик, жи